Наш отряд – Котики! Наш девиз – мы гости, ученые, мудрые, своченые. Любим книжные вычитать и с детишками играть. Подготовка к будущей профессии в игровой форме. Слеты молодых педагогов проводятся в областном центре уже третий год. Их главная задача – помочь вчерашним выпускникам педвузов преодолеть первые страхи перед работой с детьми и общением с родителями, а также узнать о своем правовом статусе и о тех плюсах, которые молодые учителя и воспитатели могут получить уже на старте профессии. И вот в такой форме, в которой мы проводим форсаж-сессию, она также позволяет уже заложить у педагогов первые умения команды образования, первые умения, связанные с работой с детьми, вот именно в таком формате, ярком, активном. И сегодня же в рамках церемонии открытия прошла своеобразная церемония посвящения молодых педагогов. В первую очередь они принесли клятву, пообещав делиться с детьми всеми своими знаниями и самим стремиться к новым открытиям вместе с учениками. Видеть и уважать воспитанники лично, не победить его словом или делом. Клят вас! Воспитать своих учеников достойной людьми и достойными грамотными патриотами Великой России. Клят вас! В завершение церемонии старшие коллеги повязали участникам сессии Галсуки Владимирского общества молодых педагогов. В городском управлении образования говорят, такое мероприятие необходимо, чтобы в том числе удержать молодежь в школе в первые годы работы. Ведь они самые трудные и важно завоевать авторитет у учеников. То есть действительно надо себя проявить, действительно надо найти подход к этим современным детям, которые зачастую впереди многих педагогов в новых компьютерных технологиях. Соответственно, учитель иногда отстает. Я вот как раз и говорю, что молодые педагоги, которые приходят, я думаю, что они будут на одной волне с новыми детьми. И уже сегодня в Патриаршем саду прошли первые мастер-классы. Всего в слете участвует 51 педагог. Екатерина Ржевская, выпускница Волгу, сразу после окончания вуза устроилась в 25-ю школу учителем иностранного языка. В выборе профессии она пошла по стопам мамы, тоже учителя. Считаю, что педагогика – это ее призвание. С детства, мне кажется, я играла в школу, старалась учить своего младшего брата игрушки. Мне очень нравится работать с детьми, учить их чему-то новому, интересному. Уже сегодня молодые педагоги прошли тренинг по актерскому мастерству, научились освобождаться от зажимов в теле и свободно говорить. А также узнали, как преодолеть свои страхи. Продолжится форсаж шести завтра, и педагоги научатся еще многому, что поможет в новом учебном году. Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».